Я хотел бы рассказать о тех проблемах, с которыми сталкиваемся не только мы, как банкиры, но и сталкиваются большинство наших потребителей банковских услуг. Но постараюсь поговорить об этом в простой форме. Вообще, мы встречаемся сегодня в Ельцин-центре, я сам тут побывал не так давно, экспозиция музея вызвала у меня сильнейшую ностальгию по тем временам, которые были, в которые мы жили, эпоха 90-х годов. Когда я был школьником, ну например, такая штука, как коньки беговые, стоили по тем деньгам, наверное, целое состояние. Мы тут делали перевод курсов, получилось примерно 200 тысяч рублей на нынешние деньги. Но 90-е запомнились не только этим и, наверное, не только очередями в Макдональдс. Больше всего нам, финансистам, они запомнились тем, что это была эпоха становления всего, наверное, и нового государства, и банковской системы, и большинство законов, бюджетов. Ну, по сути, становления страны. Вот в 95-м году я пришел на биржу торговать. Кто-нибудь видел, знает, как на бирже заключаются сделки. Ну, вот там опять кино, то же самое. Вот как вот сейчас происходит, знаете? Да, именно компьютеры. Но тогда это было, скажем так, в Уральский банк реконструкции и развития, который был там главным банком по расчетам с облигациями Свердловской области. Приезжали люди специальные, значит, привозили на бумаге платежное поручение. Потом, опять же, специально обученный сотрудник с серьезным видом складывал все это в папку и вез на биржу. Потом приезжали мы, трейдеры, садились в круг, смотрели друг на друга, заключали там между собой сделки, там как-то обсуждали все это. Сейчас, за последние 20 лет, которые прошли к сегодняшнему моменту, очень сильно, мощно развелись и каналы связи, и технологии, и выросла скорость, выросло удобство. Стало, можно торговать на бирже, ну, собственно говоря, вот прямо отсюда можно. Можно купить валюту, акции, облигации, да, все что угодно. И для этого не нужно там серьезным видом с папочкой куда-то ехать, значит, там, ну, опять же, сотрудник банка. Я поехал на биржу, и все, у меня полдня нет, все, серьезная такая работа. Ну, что делать с высвобождающимся временем? И получилось так, что вот это время стало, как бы это сказать, тратиться на различные, ну, может быть, непонятные вещи. Значит, появилось, с одной стороны, появилось много возможностей, много инструментов, много технологий, много, да, всего много. И денег, в общем, тоже стало больше. С другой стороны, с этими деньгами надо что-то делать. И вот сейчас, уже который год, все говорят, финансовая грамотность, финансовая грамотность, надо повышать финансовую грамотность. И вот это словосочетание, оно, прямо скажем, навязло уже в зубах очень сильно, потому что, что такое финансовая грамотность, боюсь, не понимают даже те, кто ее пытаются внести. Но лет пять назад, например, гастроли финансистов были по стране, такой поезд финансовой грамотности запустили. Над ним, собственно, там вся страна и смеялась. В общем, ничего не принесли. Но, с другой стороны, как бы наши финансы, наши деньги, это наша жизнь, возможность, вообще говоря, возможность жить. И вот толпы, там, обездоленных вкладчиков, там, значит, или заемщиков, которые требуют от, ну, непонятно от кого, даже не от банков, а от государства, чтобы их защитили. Хотя, большинство продуктов, ну, в том числе и финансовых, о которых я говорю, они упакованы, они все упакованы. То есть, туристические путевки, пакеты услуг, пакеты пластиковых карточек. То есть, это выключает даже саму возможность, что называется, ну, как-то повыбирать, там, скомпоновать для себя продукт. Ну, то есть, и скорости увеличились, еще и за вас решают. Вот, в результате проявляется, с одной стороны, патернализм, как со стороны финансовых властей. В банк можно прийти, в любой момент там снять вклад, если что, пожаловаться в Центробанк. Центробанк придет, защитит, то есть, все, у вкладчика все хорошо. Тут вчера в новостях сказали, что сейчас еще собираются защитить вклады юридических лиц. Ну, то есть, вообще, как бы, рисков нет, идем все в банк, вас защитят. А в результате вырисовывается вот такая картина. Я же пришел, я вот думал, что. Хотя, нужно было, ну, что называется, там, подумать своей головой, ну, и каким-то образом. И банк выбирать, и вложения, там, и... Ну, вообще говоря, вот, когда я говорил о пакетах, история в том, что если ты не распоряжаешься своей жизнью, то кто-то распоряжается ей за вас. Если вы не распоряжаетесь своими финансами, то кто-то ими за вас распоряжается. И в результате получается интересная совершенно вещь, что вроде как вам удобно, вы об этом думать не хотите, а потом получается результат неочевидный. Ну, вот такая история. Представим себе банк супер-супер надежный, то есть, который обязательно вернет вам деньги, и в нем вклад 40% годовых. Ну, вот, кто из вас туда пойдет, там вклад откроет? Там написано 40. Я тоже пойду, да. Вот. Но, вроде как, про банки все знают. Ну, вот смотрите, в прошлом году на фондовом рынке была возможность открывать индивидуальные инвестиционные счета, вложить средства в государственные облигации. К слову сказать, даже 98-й год, страшное слово, дефолт, по государственным облигациям физическим лицам заплатили всем. Они в прошлом году дали 25% годовых, и еще 13% есть возможность получить налоговый вычет. В общей сложности 38, ну, примерно 40, без риска. Возможность прошла мимо. Почему? Мы пытались о ней говорить, о ней говорили, финансисты, сегодня на конференции Московской биржи то же самое обсуждалось. 95 тысяч счетов. Вот вы сейчас в банке сказали, в зале сказали, все бы пошли. А вы собрались один год жить? Почему? От 1 тысячи рублей до 400 тысяч. Будет миллион, Тимофеев сегодня обещал. Каждый год в течение... Это тоже точка зрения. Но в результате мы говорим о том, что когда возникает такой инструмент, когда есть возможность 40 годовых, не знаю, заработать 30, надо быть каким-то финансовым суперменом. DC Comics нам супермена не согласовала, поэтому я свою фотографию поставил. А в результате, значит, получается так, что наши финансовые власти видят нас немножко в другом образе. Вот в таком вот. Мы о вас позаботимся, мы вам все принесем, вы не думайте, мы вас защитим. Реальность, она где-то посередине, то есть человек, так или иначе, мы все живем в экосистеме, в том числе и финансовой. И в этой системе мы должны как-то ориентироваться. Понимаете, вот когда пакет у вас есть, возможность думать, ее никто не отнял. Используйте ее, и в принципе возможности там и 40 годовых, и сколько угодно можно заработать. Любая доходность дает, ну как бы, риск, доходность, жадность и страх, то, на чем мы балансируем. Итак, зарабатывая, не забывайте думать еще о фане, о жизни, о том, что можно потратить. Ну вот мы здесь сделали так, профессионал и любитель. Ну вот в моем представлении профессионал это там, где я деньги зарабатываю, любитель это там, где я трачу. И то и другое дает нам вот это вот наполнение жизни. А источник всего этого в голове, ваши возможности, ваши решения, простых решений в мире нет. Они, ну, где-то, где-то посередине, и для каждого свои. Думайте сами. Спасибо. Владимир Зотов, да.